Ержан, давайте посмотрим следующий слайд, который отражает еще некоторые показатели работы инспекции. Возбуждено 221 производство по делу об административном правонарушении на сумму 26 983 000 тенге. Взысканно в бюджет 25 576 000 тенге, что составило 94,8%. Насколько, Ержан, вот эти суммы, вы можете прокомментировать их и насколько они бьют по бюджету? Административное производство, в соответствии с кодексом об административных правонарушениях, за определенные деяния в сфере законодательства о государственных закупках, в сфере финансовой отчетности, в рамках компетенции финансовой контроля мы возбуждаем административное производство и привлекаем к административной ответственности. 221 административных производств, это возбуждено на должных лиц, которые совершили те или иные нарушения под подачей под административное производство. Насколько она бьет по бюджету, мы таким образом как бы пресекаем возможные факты нарушения в целях устранения и недопущения впредь данными лицами таких фактов нарушения. И как влияет, как вы отметили, уже совершенствуется законодательная база, как это помогает упростить работу? Работу и участие компаний в госзакупках, бизнеса в госзакупках, стало ли это проще в последнее время? Законодательство о госзакупках, оно в целом вносится все изменения в сторону упрощения, в сторону облегчения участия всех потенциальных поставщиков, предпринимателей в сфере госзакупок. Допустим, если, к примеру, законодательство, если ранее закачки и организаторы госзакупок могли отклонять потенциальных поставщиков по тем или иным основаниям по несоответствию или непредставлению тех или иных каких-то незначительных документов, то сейчас введен институт предварительного допуска к государственным закупкам, в котором должны указываться конкретные причины несоответствия потенциальных поставщиков и дается возможность потенциальным поставщикам в течение трех дней устранять эти причины, довносить какие-либо незначительные документы, которые они не внесли, и продолжать участвовать в госзакупках. Ержан, а какая работа ведется по разъяснению новых норм? В первую очередь я хотел бы сказать, что на сайте Министерства финансов есть специальный блок, где размещены вопросы и ответы. Вопросы это по наиболее часто встречающейся вопросам в сфере применения норм законодательства в госзакупках, где подаются подробные разъяснения по тем или иным нормам законодательства. Кроме того, в веб-портале госзакупок имеется специальный раздел, где также размещены вопросы и ответы по наиболее часто встречающимся проблемным вопросам. Кроме этого, как я уже говорил, работниками инспекции финансового контроля направляется представление с рекомендациями об устранении нарушений, причин и условий, способствующих допущению их нарушения. В целях повышения проводимых этой работы по результатам контрольных мероприятий специалистами нашими ревизорами проводятся совещания с счетными работниками объектов контроля, где даются прояснения, рекомендации по правильному применению тех или иных норм законодательства. Более того, министерством финансов, как и разработчиками законодательства государственных закупок, часто организовываются выездные семинары, совещания. Вот буквально в марте текущего года под руководством вице-министра финансов, курящего политику в сфере государственных закупок, было в городе Алматы организовано двудневное семинар-совещание с участием не только представителей города Алматы и других близлежащих регионов, это Алматинской области, Жамбылской области, где подробно давались толкования норм действующих, как действующих законодательства, так и вновь вводимых норм законодательства. Ержан, а часто ли бывает отклонение заявок от участия в госзакупках, и с чем это может быть связано? Отклонение заявок от участия в госзакупках? Ну, конечно, встречаются факты, наиболее часто встречаются факты отклонения участников госзакупок от участия. Связанные, это прежде всего всем, отклоняются по непредусмотренным законодательствам, основаниям. Таким, как, например, непредоставление сведений о субподрядчиках, когда речь идет о товарах, а не работах, услугах. Ну, встречаются довольно-таки. И немножко о внедрении системы госаудита, государственного аудита. Как изменится положение, что это даст? Ну, в рамках послания главы государства, стратегии Казахстана 2050, по переходу государственного финансового контроля в государственный аудит, указом президента разработана и утверждена концепция внедрения государственного аудита в Республику Астан. Данная концепция определяет видение и основные подходы к поэтапному реформированию государственных финансовых контролей. Это приведет к смене ориентиров, в первую очередь, от формальной констации фактов нарушений, прежде всего, к анализу причин, способствующих допущению этих нарушений, резервов, потенциала использования, оптимального использования государственных активов. Поможет ли эта Ержана снизить нарушения в конце, в итоге? Она, думаю, что несомненно поможет снизить нарушения законодательства, так как, в первую очередь, здесь будет деятельность государственных аудиторов направлена на выявление и пресечение возможных рисков допущения нарушений на начальном этапе. Здесь государственные аудиторы уже будут не как карательные органы, а как независимые аудиторы-помощники оказывать содействие в необоснованном, неэффективном использовании бюджетных средств в постоянном текущем режиме. Ержана, как Вы будете повышать, планируется такая работа по повышению подготовленности, квалификации Ваших сотрудников? Да, концепция определяна, конечно, повышение ответственности государственных аудиторов с одновременным ужесточением также ответственности за некачественное исполнение возводных на них функций. Предусматривается концепция сертификации государственных аудиторов, я так полагаю, на базе Назарбаев университета. Сертификат будет свидетельствовать о высоком квалификационном уровне государственных аудиторов. И, кроме того, государственные аудиторы будут каждые три года подтверждать свою квалификацию, полученную во время получения сертификата. То есть, получается, государственные аудиторы, вынужденные и обязанные будут практически постоянно заниматься самосовершенствованием. Ежан, и у нас остается 2-3 минуты до конца нашего эфира. Что Вы думаете, когда можно будет ожидать в ближайшей перспективе месяц и полгода, чтобы вот эта система госзакупок и тендеров была максимально упрощена, чтобы всем было удобно в них участвовать в этой системе, чтобы все бизнесмены и компании не встречали каких-либо препятствий, пытаясь получить тот или иной продукт и услугу? Какие перспективы у нас в этом развитии? Понятно, я уже говорил, что в законодательство государственных закупок постоянно вносятся изменения в сторону упрощения процедур государственных закупок, участия потенциальных подседчиков. Я хочу сказать, что в настоящее время также разрабатывается законопроект о внесении изменений и дополнений в законодательство государственных закупок. Я думаю, что все желающие могут вносить свои предложения в адрес Министерства финансов по улучшению процедур государственных закупок. Спасибо, Ержан, за участие в программе. Желаем вам успехов и всего самого наилучшего. Вам спасибо. До свидания. Некоторые итоги государственных закупок отменялись. Виновных в нарушениях привлекали к ответственности, а бюджет вернули деньги. И это еще не все. Совершенствование системы продолжается. Вы смотрели «Реальный сектор» с Магомедом Аслахановым. Тема обсуждали с руководителем инспекции финансового контроля по городу Алматы Ержаном Мынжасаровым. Берегите время, и оно все расставит по своим местам. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин